Я видел, а в твоих глазах ты получал больше удовольствия, чем со мной. И девочки между собой дрались, кто первый начнет. Ай, я думал, здесь красивые люди. Он могла спросить, сколько у меня было, я сбил со счету. Наверное, самое сложное вообще во всем этом процессе. На утро могли поругаться. Он знает, что он это получит. Я мальчика одного себе оставила. Всем привет! Это подкаст «Поехали ко мне». Здесь мы обсуждаем тему секса и все, что с ним связано. С вами его ведущий и журналисты Русдельфи Артур Изумрудов. Всем привет! И я, Виктория Соломанчук. Сегодня у нас в студии будет подниматься, ну, очень любвеобильная и жаркая тема. Мы поговорим о свингерстве. Это такая сексуальная практика, когда пари меняются между собой. У нас в гостях Саша, Инга. Привет, ребят! Привет! Ну и, конечно, сразу напрашивается вопрос. Когда был последний раз? Просто? Или там? Сложно. Скорее, сложно. Не вдвоем. Прошлые выходные. Расскажите, как прошло? Хорошо. Подробнее? Мы хотим знать примерно все. Ну, у нас была своя вечеринка. Мы часто устраиваем свои закрытые вечеринки, куда приходит не так много народу, выборочная. Отбираем, скажем так, пар, и тогда снимаем апартаменты или отель. А что значит, вы отбираете пары? То есть вам приходят какие-то заявки, да? И вы выбираете по какому принципу? По фейс-контролю в основном. По фейс-контролю. Какие параметры? Адекватность, внешний вид. Ну, получается, да, там в чат. Возраст, да. Да, возраст. Адекватность, то есть общение уже изначально какое идет. А как происходит это первое общение? Метрики адекватности? В переписке ты уже видишь, когда тебе там член шлют или пишут привет, мне там 27 лет и так далее и тому подобное. Мы пара с девушкой хотели бы присоединиться, когда адекватно. Потом присылают фотографию, и ты уже смотришь, ну, какая у вас возрастная категория, у нас другие участники, скажем так, в этот период. А у вас какая? Вот прошлый, чтобы сказать, воскресенье, да, было? В среднем, получается, где-то там 25 или там 40. 45 где-то так получается. И какое количество у вас было в прошлую вашу вечеринку? Шесть пар было. Наверняка это не на квартире проводили? А парты. Апартаменты. Получается, они как две комнаты. Вы скидываетесь? Да, именно. Или вы выступаете в роли организаторов? Мы выступаем в роли организаторов, мы все организуем, все оплачиваем, все делаем, а потом уже остальные скидываются. То есть это коммерческая основа? Или по любви? По любви, но в том плане, что ты берешь на себя коммерческую основу, для организации. То есть так не получится, что ты все сам сделаешь и потом все придешь. По любви. И все это со мной, по любому. Тогда ты уйдешь просто в минус. А профит какой-то есть? Ну, в смысле, зарабатываете? Да, зарабатываете вы с этой плюс уходите? Нет, это больше чисто... Ты просто, ну, выезжаешь на том, что, ну... Покрываете расходы. Да, просто чтобы не самого как бы этого было, ну... Потому что многие хотят как бы участвовать, многие хотят прийти, но сами не хотят ничего делать для этого. Так, расскажите, это вообще такое дорогое мероприятие? То есть сколько людям нужно скидываться или сколько стоит? Ну, смотря какие-то апартаменты будешь. И сколько ты количества народа, от этого будет зависеть помещение. Если у тебя там... Ну, вот 6 человек. Давайте вот про прошлую. Ну, все равно 2 комнаты, как ни крути, нужно брать. Уже апартаменты, которые, ну, больше. Ну, это, получается, это 50 евро с пары. Обязательно. Это покроют апартаменты, закуски, ну, и всю контрацепцию со всем этим. Ага, закуски еще. А что, какие закуски? Ну, снеки берешь, просто чтобы, ну, погрызть, там, пикник, сыр, там, что-нибудь. Ага. Колбаски, овощи, вот что-то оно такое. Ну, такое быстрое что-то. Да, 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 да. Потому что, как показывает... Практика, да. После этого дела все хотят есть. И очень много. Аппетит просыпается. Восполнить калории. Да, да, да. Восстановиться надо обязательно. Поэтому, да, ну, там, соответственно, попить что-то, вода, там, пепч, кола. Алкоголь обычно берут, каждый сам. Алкоголь обычно приносит. Ну, мы там какое-то ставим, обычно какое-то вино, там, не знаю, там, виски какой-то. Такое за приветствие или там шампанское можем открыть, что, ну, встречаемся. А так? А можно вот нас погрузить в эту атмосферу? Вот приходят люди, друг с другом, незнакомые, правильно? Или знакомые. Или знакомые. Нет, давайте начнем с того, что какой план у нас сейчас мы говорим о квартирнике, или мы говорим о большом мероприятии, это разные вещи. Ну, вот давайте... Вот о прошлом, да? Да, о прошлом, которое вот было свежо. Ну, туда уже приходят в основном те, кто уже завседатый. То есть знакомые между собой люди. Да, уже знакомые между собой люди, они приходят, общаемся, смеемся, разговариваем на абсолютно любые темы, и само по себе как-то это дело уходит туда, в то русло. Ага, то есть нет такого, что кто-то дает там отмашку, пора. Нет, так у меня нет. Тогда мы проводим конкурсы, уже веселье, уже какие-то призы. И тогда люди как бы уже... Ну, тогда уже получается, что там уже типа а-ля гонка, и все уже пошли. Потому что уже все-то уже к этому времени уже такие... Разогреты, да, разогреты. А расскажите, как происходит обмен парами? Вы как-то заранее там прописываете, договариваетесь, или каким образом вообще? Нет, там люди уже сами между собой, кто кому нравится, они уже там... Ну, во-первых, когда пары приходят, они уже до поговорили уже между собой. То и как, ну... Внутри пары? Да, внутри пары. Ну, каждый пар, ты уже когда идешь, ты уже знаешь, на что ты идешь. И если ты готов на обмен, значит, там они между собой переглянулись, грубо говоря, и там уже все завязывается. Все там уже, ну, каждый по разным парам пошел, допустим. А если есть такие, которые вот, ну, они просто только вот между собой, но тогда, опять же, есть слова нет, когда кто-то другие пары хотят присоединиться к паре, какой-то, который говорит, ну, нет, мы хотим сами по себе, тогда получается слово нет, значит, нет. У вас есть какие-то правила, получается? Да, конечно. Ну, это всем известное слово в свинке, это нет, значит, нет, все. А еще что-то? Ну, там уже у кого какие-то бу. Главное, что нет, значит, нет, все. Это самое главное. Это первое правило, которое надо выучить и запомнить. Если тебе отказали, значит, отказали. Они не обязаны тебе объяснять причину, почему тебе отказали. То есть ты можешь не симпатизировать, а не, может быть, не стеемить. Ну, все что угодно, может быть, толстый и так далее, и тому подобное. Нет, значит, нет, все. Тут уже дальше разговоров никаких не может быть. Бывали случаи, когда люди настойчиво все равно предлагали себя... Нет, ты мне объясни. Ну да, да, да. Что в таком случае делаете? Ничего, приходится, грубо говоря, повышать тональность. Да, слава богу, такого у нас не было. Ну, конфликтов нет, наше вечеринка такого не было. На вечеринках не было. Такое встречали, да, там, в клубах таких тематических. Там это зачастую бывает, конечно. По клубам вы тоже ходите? Да. По клубу. Ну, у нас по клубу. По клубу. У нас единственный, единственный клуб. 69. Угу. Откуда мы и начали. Когда? Да. А как вы начали? Скажите про свое знакомство, может быть. Да, как вы, прежде всего, как вы познакомились друг с другом? Ну, это уже старое. Когда мы в прятки играли. Детьми были, бегали. О, у нас только. Да, мы уже давно вместе. Мы очень давно вместе. За 20 лет. Поэтому как-то, как-то само к себе это пришло. Да, мы, ну, со двора, скажем, вместе. И потом вот мы поженились. И потом вот как эта бытовуха, вот, грубо говоря, да, дети один, второй. И получается, что, скажем так, у большинства, это, конечно, у мужчин мысли в голове, как ни крути. Угу. Угу. Угу, чуть-чуть. Вот. И дальше уже, исходя из этого, что или ты его поддерживаешь, или нет. И как состоялся тот вот самый первый ваш разговор? Ой, да их много было. Их много было разговоров. Очень долго мы шли. Мы уже даже познакомились с одной парой. И они назвали в 69, мы даже, они приходили в гости к нам. И мы все, нет, 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 мы не можем. Нет, никак. Давай не сегодня. Давай не в этот раз. То есть просто мы общались, просто ничего более того. Да, мы просто общались, они назвали туда. То есть они уже были в теме и пытались все нас как-то туда затащить. Ну, что-то как-то. И как-то мы не готовы были. А потом, наверное, всему свое время. И когда мы попали в 69, ну, тогда было, видимо, время очень хорошее было. Столько, столько там новых знакомых мы встретили. И мы туда ходили, как каждую субботу, просто как на работу. Это как будто как просто мы общались, ничего не происходило. Мы просто знакомились с людьми. И там как-то так и пары совпали, кто тоже только начинали. И мы как-то так все время встречались вот в этом месте. И она такая атмосфера, там настолько... Ну, там нет, никто не закрытый, не комплекс. Ты не думаешь о чем, где мне там нужно фильтровать какое-то сейчас. А может, я здесь не так сейчас скажу или как-то. Там все свободно. Просто вот пришел, отдыхаешь, взял коктейльчика и все. И у тебя, ну, жизнь прекрасна. У нас, если что, есть выпуск с владельцем этого клуба. Вторым номером он у нас, кажется, значится. Можете послушать, кому вот интересно. А я почему-то подумал, что изначально Саша был инициатором. И он настаивал. Я как-то так из разговора понял. Или я неправильно понял? Не настаивал. Это как-то у нас само, ну... Само по себе. Ну, как-то да. Ну, мы общались. Мы долго к этому шли, как-то общались-общались. И потом вот девочка созрела. Ну, то есть все-таки она такая, ну, Инк, ну, что-то надо делать уже, да? Ну, типа, да, 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 да. Сколько лет вы, получается, практикуете уже? Сейчас субцифра не ошибиться. Не, ну, не обязательно там, ну, примерно там. Ну, в принципе, 69, сколько вы? А, да, да. Да, 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 но у нас был там промежуток, да. Да, были перерывы, и как бы, ну, как бы, 8 это просто активно, наверное, ну, последние 3 года вот так вот. То есть 8, ну, в общем, сложно, но эти 8 такие, что, которые мы просто ходили, посещали, мы знакомились, общались, но не более того. То есть чисто сама атмосфера нам нравилась. То есть мы ходили туда за общением, знакомством с людьми и как-то так. А вот ваш первый поход в клуб, первые походы, перед тем, как туда пойти, вы между собой какие-то правила обговаривали, ваши действия, что-то такое было? Сначала нет, потому что ты не знал, во-первых, этих, ну, как бы, скажем так, ну, между собой, какие правила даже нужно поставить, чтобы что-то из этого исходило. Потому что ты не знаешь, как себя вести. А потом у нас уже пошли правила. Да, 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 мы уже стали... Пароль. Пароль всякий, да. И у нас это самое, да, был пароль свой, который, поскольку у меня, ну, муж вообще алкоголь не принимает. А я туда без него не хожу, без алкоголя. Ну, естественно, без алкоголя. А вот. И получается, когда там, ну, выпьешь, да, и бывает, что пароль нужен. А что это такое? Да, чуть-чуть можно пояснить. Чтобы, ну, когда вот он, допустим, чувствует, что, ну, ну, не надо сейчас, вот, допустим, какой-то вот этот момент обговаривать или говорить, или рассказывать, то вот тогда у нас пароль, что, ну, остановись, пока помолчи, давай посмотрим, ну, какая атмосфера. Ну, например, какая-то пара пришла, ты видишь, что, ну, они, допустим, чуть-чуть перебрали, они могут быть чуть-чуть агрессивные. Они, например, очень настойчиво домогаются, будем так говорить. То есть ты так говоришь, что стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. То есть у нас есть свои фразы, которые обозначают, что стоп-стоп, давай мы отойдем, посмотрим со стороны, что они себя вообще представляют, и есть ли смысл с ними вообще дальше общаться. Потому что, ну, люди очень разные, очень разные, как и в повседневной жизни, так и там, потому что есть такие, которые, ну, они не понимают, что такое нет, и вообще дальше какие-то вещи, они просто этого не понимают. То есть им кажется, что если уж вы пришли, то по умолчанию должны согласиться. Да, да, да. Если ты пришел в клуб, ты пришел в такое место, значит, ты должен дать все. Вот в априори ты должен дать, хочешь не хочешь, то есть, как бы, ну, есть некоторые такие мысли, цели, я не знаю, как это назвать. Что, ну, как бы, ну, получается, ну, я за вход заплатил, да, ну, как бы, я должен получить, я должен уйти, я должен получить. Есть такие, поэтому... Нет, это не должно быть так. Осаживать. Да, осаживать именно. А силу приходилось применять? Нет, в клубе никогда, нет, ни разу не было. Да, там какие-то минимальные конфликтные ситуации были, но никогда ничего. Ну, в основном уже, да, там под утро приходили уже, ну, совсем прям, там уже нет смысла даже с ними разговаривать, с людьми. Они даже, ну, одиночки, да, мужчины, они уже, ну, алкоголь, да, глубоко пьют, тогда, ну, нет смысла что-то дальше говорить или что-то доказывать. Ну, просто видишь уже, ну, так же, как и... Ну, опять же, администрация клуба тоже очень нормальная. Да, 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 нет, они очень хорошо, когда скажешь, это сам ментально, да. Вика вначале проговорила некое определение того, что является свингерство, и она сказала, что это когда пары меняются парами. Из разговора, я так понимаю, что это вообще необязательно, то есть иногда может быть пара, и к ней присоединяется просто один какой-то человек. Тройничок. Тройничок, так называемый, да, такое тоже бывает. Мэ, же, мэ. Да, мэ, же, мэ, же, мэ, же, то есть там вариантов, может быть, много будет. Там может быть и мэжэ, 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 безконечное мэжэ. То есть это свингерс, это общее обозначение этого движения. У вас есть какие-то приоритеты, что вам больше нравится? Жэ, мэжэ, 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 мэжэ. Жэ, мэжэ? Нет, наверное, мэжэмэ больше. Мэжэмэ, да. Мужчина, женщина, мужчина. А почему? Это ревность какая-то, или с чем это связано? Или просто предпочтение? Ну, давай, жиги. Как на душе лежит? Ну, любой девушке, мне кажется, по-любому захочется мужчину еще одного рядом, чем девушку. Не знаю, я спрашиваю. В контакте, чтобы быть, да, в плане вот, ну, даже секса, все равно девушке захочется мужское достоинство вот это по-любому получить. Ну, это, опять же, ну, это большинство, скажем так. Так, когда выбирают мужчины в основном, я считаю, их эгоистами, которые выбирают только мы-же, мы-же. Это что, мы играем в одни ворота? А что, девушку должна какое-то удовольствие получить? Мне такое не нравится. А если чередовать, то окей. Ну, тогда нужно как бы, ну, о девушке тоже подумать. Ей тоже так же мы-нужен, а не же. Ну, это чисто мое. И когда вот такие вот люди, ну, начинают говорить, нет, и девушка, поддерживая мужчину, как бы, да, нет, мне нужно, вот же, и мне нравится. И мы счастливы. Нет, ни за что я в это не поверю. Нет, это эгоизм. И, в принципе, все равно по жизни вот получается, все равно ты видишь, что это эгоизм идет от мужчины, который вот просто хочет получить удовольствие. Саша, а у тебя какие мысли? У меня мысли нет. Жена все сказала. Не, ну, по факту так и есть, да, то есть, как бы, если полностью согласен, потому что мы общую картину видим, наблюдаем, и тут как бы. И у меня никогда, ну, запретов никаких не было. Как бы, да. А что по ревности? Я вот сейчас начал представлять себя в этом положении и ужасно боролся бы с чувством ревности. Ну, я думаю, это поначалу, но если потом тоже как-то это, не то, что она притупляется, но она пропадает, ты понимаешь, что... Он-то потом возвращается ко мне. Да, то есть, как бы, ну, нет смысла ревновать. Утром просыпаемся вместе, мы вечером ложимся вместе, у нас все вместе. Я знаю, что у некоторых, наоборот, это возникает какое-то не чувство ревности, а как будто бы у них, наоборот, какой-то прилив вот такой сексуальной охоты, что ли, когда они видят свою девушку еще с кем-то, и их это еще больше возбуждает. Вот у меня, наверное, в моем случае, я просто начал, у меня никогда не было такой практики, но я начал думать про себя, у меня скорее возникло бы чувство ревности, наверное, то есть как-то вот... Это мое, мое. Да, да, наверное. Ну, опять же, это поначалу, и смотря, ну, смотря сколько лет вместе, как вы к этому подходили, к этому свингерству, да, чтобы вот, ну, встречаться с парами, как к этому подойти, и сколько в нем пробыть. Если ты там новичок, совсем пару-два-три раза у тебя было, наверное, оно будет такое, чувство ревности, по-любому. А когда уже у тебя вот, ну, все время, постоянно ты встречаешься, у тебя у нас вот эти новые друзья, которые, да, вот, получается, по, как их даже... По теме. По теме, да, друзья. Но они настолько все классные, ты с ними встречаешься просто, ну, никаких ни конфликтов, ничего, когда вот мы просто даже общаемся. Да, безусловно, да, там общение на любые темы, никаких табу, то есть, ну... А вы между собой не проговаривали, допустим, что когда вот это возникло у вас первый раз? Ну, к примеру, я просто фантазирую, там, Саша или Инга, допустим, когда мы там с кем-нибудь начнем в паре, что вот только неоральный секс, ну, к примеру, или еще что-то, или вы такие, вообще никаких ограничений? Я не хочу видеть, что ты там как-то кого-то где-то, вот, не знаю, в чем, безорального секса, без анального проникновения, не знаю. Нет, это больше уже зависит от самого партнера, то есть, ну, хочешь, да, хочешь, нет, все, как бы, сам регулируешь этот процесс. Каких-то ограничений вы друг другу не строили. Никогда не строили. Ну, вот ты сказала, что, Инга, что вначале все равно есть какая-то ревность, как вы это обговаривали? Вы проговаривали друг с другом этот момент? Ну, это больше чувство собственности, наверное, поначалу. Да, проговаривали, и даже бывали, что наутро могли поругаться. Ого. Ну, туда щупали. За слова так, за слова все равно, ну, начинаешь цепляться и анализировать, что ты там... Не так сделал, что не сяк сделал. Да, ну, что кому не понравилось, допустим, какие-то моменты. Поначалу было, опять же, когда ты новичок, и ты не чувствуешь, ты еще не настолько углубился в эту тему, и вот общение с людьми, и как они себя ведут. Поэтому вот такое было поначалу. Сейчас у нас уже просто, ну, на релаксе. Когда вот устраиваем вечеринки, мы уже даже между собой даже вот это вот не обсуждаем. Мы уже просто делаем вечеринку, все, мы вот, ну, свободно. А можете привести какой-то пример вот этой вашей ссоры? Может быть, мы тем самым сможем предостеречь каких-то молодых свингеров, которые только начинают? Вот с чем они могут столкнуться, и как им это преодолеть? Ну, в основном, это все равно, как ни крути, ссоры, получается, исходят от девушки, от женщины. Ну, потому что где-то у нас... Ты не так посмотри. Эмоционально какой-то вот... Я видел, в твоих глазах ты получал больше удовольствия, чем со мной. То есть до такого степени можно дойти. Это, Гр, это начало, и опять же, что она была лучше, чем я. Давай попробуй. Да, да, ну, как бы вот такие... И опять же, когда вот мы уже вот новенький пар у нас вот появляется, когда ты вот прям чувствуешь, ну, такие зелененькие, такие прям вот они просто вот... Вообще еще даже... Даже воздуха еще не глотнули взрослого. Да, да, да. Это как младенцы, грубо говоря, появились на свет, еще ничего не понимают, ничего не знают. Но опять же, хотят попробовать опыт. Как мы вот встречались недавно с парой, просто общались, они им интересно было вообще, ну... Ну, тоже, так сказать, диалог, спросить, что, зачем, почему, как. Да. И они вот тогда, получается, мы когда поговорили с ними, они вот так вот... Его бомбило один раз, ее там бомбило второй раз, вот у них только три раза было. Вот, но они никак еще пока не умеют это вот с этими чувствами... Совладать, направить их правильно, да, то есть контролировать. И они вот немножко, да, вот тоже так вот поругались. То есть, опять же, девушка всегда в основном алкоголь, и он, конечно, иногда, да, бывает, что мешает. Да, 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 он немножко... И когда вот ты чувствуешь, что тебе хорошо, у тебя отключается немножко голова, иногда немножко, вот, и получается, что, да, ты там можешь, ну, вот эти эмоции, и ты не контролируешь потом. И оттуда может пойти иногда что-то не так. Да, как вариант. А в клубе при вас были какие-то истерики, скандалы, выяснение отношений? Было такое? Ну, прямо истерик, скандалов-то не было, но было, что кто-то там психанет, удет. Ну, опять же, да, вот это вот девочки в основном, да, женская это... Он пошел ходить гулять, смотреть по клубу, ей это не понравилось, она зареновала. Да, 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 это в основном... Ну, таких вот глобальных что-то, ну, так в голову не идет. Глобальных не было, нет, нет, нет. Такое мелкое вот... Ах ты! Тарелка! Нет, 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 там даже стаканы не летают, ничего там даже нету. Там клубля не... Там между собой просто... Да, ты видишь, что мы ставим в углу, зажались, там шу-шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу, шу-шу-шу-шу-шу, вот-вот-вот, да-да-да. Потом выходит нормально, ну, как бы нормально, все замечательно, думаю, а где-то в комнате мы стресс сняли. Да-да-да-да. То есть такое может быть, да, безусловно. Сколько весь этот процесс в клубе может длиться? Процесс чего? Нахождение, не знаю, совокупление, соития, секс. С восьми вечера до шести утра. До утра. Вообще. А, опять же, да, это те часы, которые открыты. А если мы говорим про волшебство? Что значит волшебство? Про секс. Про секс. Мы это самое все называем волшебство. Ну что, будет волшебство сегодня? Да-да, ну это так чисто кодовые слова, но посмеяться уже. Это уже между нами всеми. Да-да. И получается, что иногда прям в клубе прям бывает такой. Ну прям, да, там прям такие оргии, прям вообще-то там вообще. Прям интересно посмотреть. Да, иногда бывают, конечно, пустые дни вообще просто. Каждый там по комнатке или по себе, сам по себе. А бывают такие, что прям интересно посмотреть. Он не просто телевизор включил, когда там наиграно или что-то там. Да, там бывает. А там ты прям вот живо смотришь. На каждом углу, да. Красиво. Красиво. Это прям эстетика какая-то. То есть вы оргии, в моем понимании, это когда больше четырех, наверное, это уже оргии. И вот такое там происходит. У меня сейчас перед глазами картина из парфюмера. Да, да. Финальная. Вы видели, да? Нет. Очень красиво. Нет, ну в том плане, что да, там как бы может быть все, что угодно. Может быть так, может быть всяк. Поэтому там нет такого, что ты приходишь 100%, там ты на какую-то оргию или на какой-то, не знаю, как бэнк нарвешься. Да, да, да. Там каждый вечер. Там и по роду, от настроения, от вайба, от всего. То есть там очень много нюансов. Очень много нюансов. А можешь тебе рассказать какой-то примечательный случай? Какой-нибудь, который вас там потряс, восхитил? Или вот может быть там чисто эстетически это было красиво. Вот описать, чтобы может быть увлечь людей вот этим свингерством, чтобы они послушали такие, блин, как клево. Ну потому что пока звучит этот клуб очень хорошо. Это практически настольные игры. Вот где-то рядом пришли, собрались в тайм-кафе, поиграли, кофе попили. Ну приблизительно так и есть, да. Пришли, собрались, выпили, пообщались, посмеялись. А там дальше уже кто как, по каким комнатам, куда пошел, чем заниматься, это уже. Кто хочет, чтобы смотрели и опять же, если мужчины собираются ультвотворить жену или там девушку свою, да, вот комната открыта, пожалуйста, приходите, все смотрят, все наблюдают. Есть можно где закрыться, куда туда никто не придет, только вот вдвоем. Или пару какую-то взяли с собой, или, ну, допустим, в четвером, не хочет, чтобы никто больше не смотрел. А есть такая комната большая, да, где, ну. А вам нормально, когда за вами наблюдают? Уже привыкши. Уже привыкши. Ну, то есть это не какая-то изюминка, не фетиш, это просто... Это просто удовольствие, просто, да, вот выйти из вот стен... Четырех стен домашних, да, ботовухи. Ботовухи, тут ты расслабляешься, отрываешься, все. И у тебя вот, ну, какие-то вот моменты. Ну, грубо говоря, как ресепт получается, и ты уже воскресенье просыпаешься. Загрузился, отдохнул, пообщался с людьми, получил просто море оргазма, море секса, и все, как бы. Дальше пошли на работу, работаем. Ну, это, получается, такие вот активные выходные. Ну, по большому счету, да. А будни? В буднях есть секс между вами? Конечно. Между нами есть, да. Между свингерами там сложно, потому что многие работают. Ну, как бы, я так тоже... Ну, не кажется, да, но да. А часто ли вообще возникает эта потребность, что вот нам бы еще кого-то сейчас позвать? Ну, это обычно в порыве, по-моему, да. Да, это в порыве. И, в принципе, когда мы вдвоем, тогда, ну, как бы, таких мыслей вообще нету. Ну, у меня точно. Вот. А когда ты уже делаешь уже вечеринки, или ты идешь туда, то там уже, да, в принципе, ну, ты уже знаешь, на что ты идешь. Ну, грубо говоря. Ну, окей, давай так, может быть, как часто вы их организовываете? Или ходите. Или хотите организовывать. Ну, получается, раз где-то в три-два месяца что-то делаем. Обычно так получается. То есть не чаще. Поначалу мы делали чаще. Мы чуть ли не каждый выходной тоже начали делать сначала. Но ведь же у нас такое нателение маленькое. Народ маленький, все боятся кого-то что-то знакомого. Друг кого-то узнает, в масках приходят там и так далее и тому подобное. Поэтому тяжело собрать. То есть даже если людей есть, которые хотят присоединиться, которым это очень интересно, им сам момент переступить этот порог страха, что кто-то там может попасть из знакомых, это, наверное, самое сложное вообще во всем этом процессе. А бывали такие случаи? Ну что, люди приходили в масках? Да, бывали. Нет, что они узнавали и вот как-то действовали в этой ситуации? У вас такого не было? Нет. Во-первых, еще таких знакомых так особо, ну, никого так вот прям вот не встречали. Но, допустим, когда ты, вот, допустим, мы были в клубе, да, и когда ты на следующий там день можешь встретить этого же человека в магазине. Что вы делаете? Здоровьтесь. Ничего, просто здрасте, да. Не, ну, ты знаешь. Здоровься. Иногда. Это зависит, да, от человека. Во-первых, ты уже общался, допустим, с этим человеком. Вот была ситуация, мужчина был, и мы вот встретились в магазине, и я вижу, что рядом с ним, ну, это ребенок его, ну, лет, там, девочка была лет, там, 13-14, что-то такое. Ну, естественно, ну, не подойду, да, к нему и ничего не буду говорить. Я сделала вид, что я не заметила. Я не буду, ну, лишние вопросы задавать, тем более девочка, дети обычно ревнуют к папе. А потом получилось, что Саша стоял чуть дальше, и потом этот мужчина подходит к нему, здоровается, все, я уже подошла, ой, здрасте, все, поговорили, поболтали, и пришел его ребенок, все, как бы, ну, папа общается, и вообще, как бы, ну, без никаких каких-то догадков никто ничего не стал спрашивать. О, когда вы пойдете в клуб? Ну, никто ничего не спрашивает такие вопросы. Поговорили, дальше есть телефоны, написали друг другу, если какие-то интересы есть, помимо там, пообщаться, и все. На таких спокойно идешь на улице. А вас кто-то из близких знает о вашем увлечении? Родственники? Друзья? Друзья есть, да. Друзья есть, да? Да, друзья есть, кто знает. Они тоже... Они тоже участники или просто... Нет, нет, нет. Как реагируют? Что говорят? Поддерживают? Осуждают? Там очень многое можно рассказывать, рассуждать на эту тему, да. Есть кто... А можно говорить, что самое яркое. Доначи можно остаться. Да, здесь можно доначи. Есть кто поддерживает, но не может. Есть кто не поддерживает, но хочет. Это очень больная тема. Это больная тема, потому что есть случаи, которые, когда не поддерживают друг друга и знаешь, что он на обед ходит... Налево? Да, налево. Это как бы, ну... Она, например, сидит дома, свою не пускает, ей так хочется. Ей хочется, ей говорит, это прям в открытую говорит, я хочу, пойдем. А вот человек вот так вот. Я считаю, что ничего хорошего в этом нет. Я не хочу, чтобы мою жену там имели, извините, заражение во все места. Так не надо. А он сам, да, там может себе это позволить. Ну почему? Вот где справедливость? Почему так? Так, поэтому лучше вот, если такое избежать, у мужиков все равно, ну, она по-любому фантазия-то есть, ну, как ни крути. Лучше это, ну, найти какого-то своего душевного человечка, который вот поддержит и вместе это сделать. Я зато знаю, что он со мной. Вот он поехал куда-то, я знаю, что он не поехал налево. Он поехал там по делам или там с другом встретиться, но я знаю, что он не пойдет. Он вернется ко мне, потому что если у него какая-то там желание или фантазия, допустим, есть в голове, он знает, что он может прийти ко мне, мы-то поговорим об этом. Я не буду осуждать, мы поговорим, буду ли готова или нет, мне нужно время, допустим. И тогда он знает, что он это получит. Но это про честность. Ну, да. Мы честны друг перед другом. Доверие. У нас есть такая фантазия, мы ее реализовываем. Поэтому я знаю спокойно, что ну. Ну, если даже она там не подходит, мы ее можем по-другому как-то обыграть, сделать там и так далее и тому подобное. Мы какие-то варианты, да, находим, чем вот потом получить вот там брак или распадется, или потом узнать какую-то эту горькую. Да, таких, к сожалению, очень-очень много. Очень много, очень много. А есть такой вариант у вас, что один сидит дома, другой пошел в клуб? Нет. Нет. Это табу. Ну, по большому счету, да. Не интересно так. Ну, как бы по отдельности я бы так, ну, нет. Вместе. Нужно это вместе. Потому что мы друг друга как бы, ну, и контролируем, и... Ну, как-то да, как-то поддержка, допустим, какие-то моменты, да. Так по отдельности нет. А хорошо, вы вместе в клубе, но возможно разойтись по разным комнатам? Или вот вы пришли вместе? Были случаи, да. Были случаи, да. В теории возможности есть, как говорится, с кем. Я пойду, ну, допустим, это самое, я пойду, похожу. Ну, идти, походи. Я сижу, болтаю. Ему вот эти вот сопли наши женские. Да, они там бывают. Там женские соцепицы. Сидеть, сидеть и вот это обсуждать. Собачьих. Скучно. Просто скучно. Я пойду, похожу. Иди, иди. Тут кости кому-то обмываем. Да, да. Да, но это неинтересно. А подсчет? У тебя было за вечер две, а у меня один. Да нет, такого никогда вообще не. Я могла спросить, сколько у меня было? Я сбил со счету. Было такое. Просто сбил. Мне просто интересно было. Но так я не получила ответа. Слушайте, а меня вот мучает такой вопрос. Брезгливость. То есть вы находитесь в пространстве в этом, да, где куча физиологических жидкостей, вот это вот все вокруг. Как вы к этому относитесь? Ну, я понимаю, что, видимо, нормально, но вы продумывали об этом? Это как-то вообще на вас влияет? На счет того, что в клубе это очень стерильно и чисто, там всегда это убирается. То есть там даже если что-то произошло, ну, какой-то там секс, там, не знаю, оргия, все что угодно там на этой комнате, но обычно как бы там есть средства, чем продезинфицировать. То есть ты заходишь, ты знаешь, что там что-то будет, ты все сделаешь так, как тебе надо, привести все это в порядок. Там в каждой комнате есть. И как бы заходи. То есть это ответственность каждого после себя убрать? Да, по большому счету, да. Ну, не каждый, конечно, это делает, безусловно. Безусловно. Так же вот, ну, как бы раздражает, когда ты, ну, у вас был сейчас секс, все было хорошо. Почему вот это вот, все вот эти открытые упаковки, смазки и гондоны, все это валяется на полу? Ну, соберите. Ну, зачем? Ну, это не все, уже ушли. Ну, дальше собираешь, убираешь. Ну, как бы, ну, потому что... Ну, как-то двумя пальчиками? Ну, конечно, салфетку взяла, салфетку убрала, сейчас я буду пальчики. Нет. Я думаю, это просто, знаешь, типа, убивать немножко вот этот сексуальный флёр, вот эту страсть, когда ты такой, подожди, парточек надеть, да, продезинфицировать. Так, угу, угу. Продезинфицировать, еще и тот уголочек. Подожди. Ну, все равно, в основном, многие пары, кто ходят, они всегда перед собой, ну, тут, заходя в комнату, они сами, да, дезинфицируют. Все равно, даже если кто-то убрал, ты все равно для себя уже сделаешь, уже вот именно вот тот уголочек, допустим, мне вот он нужен, там не прошли. Все равно сделаешь, по-любому. Мне еще было интересно про русскоязычных, эстоноязычных. Вы практикуете такое, да, иностранцы. А в клубе без разницы. В клубе там национальное сообщение имеет значение, кто пришел, кто пришел там. Ну, он открыт, это клуб. Туда может любой зайти. А на вечеринках... Это большая проблема. Да. Это очень большая проблема. Не очень хорошо. Потому что каждый русский собирается с русскими, эстонцы отдельно. И получается как-то вот каждый по углам. Своими компаниями, да. Сложно бегать. И как получается мы... Как организаторы. Организаторы мне нужно и там, и там, и там. Ну, тяжеловато. Да, и конкурс, если вести на двух-трех языках, то есть у нас какой-то финский был, да, там, допустим... Сложно, да, переводишь. Ведешь конкурс на трех языках, где это занимает время не очень много. То есть народ тоже, как говорится, охлаждается. И к этому времени это достаточно тяжелый процесс. Ну, то есть получается ответственность за вот этот вот пик настроения лежит на вас. Да, да, да. И вы получаете удовольствие. Это же полноценная работа. Ну, прикольно. Это как хобби. Ты объединяешь людей, ты общаешься. Новые знакомства. Ну, допустим, да, допустим, было так, что, да, вот вечеринку делали. Меня спросили, ты будешь участвовать? У меня какая-то волна была. Пока вот это вот все следить, чтобы здесь вот это все было чисто, чтобы вот каждому... Крошки от снеков убрали. Все вот это сам, потому что дальше тебе сдавать, чтобы поменьше убирать, и все прочее подобное было. Ты все равно следишь за вот этим всем. Но потом, когда все разошлись, я мальчика одного себе оставила. Как я так уйду? Ни с чем. Ни с чем. А вас я попрошу остаться. Он еще помог нам доубираться потом. И как бы, ну... Нет, классно. Очень классно. Ответственный подход к делу. Да, да. А как вы помогаете вот молодым парам преодолевать какую-то неловкость? Вы уже говорили о том, что когда встречаются новички, они часто вот испытывают какую-то вот тревожность, неловкость. Вы как-то им помогаете в этом? Ну, зачастую просто встречаемся, общаемся. Да, когда попадаешь на вечеринки, ну, на закрытой, да, там такая атмосфера, как будто ты уже между собой, уже как будто мы знаем друг друга. Уже вот, ну, кто с новенькими. Там атмосфера совсем там как, ну, как будто вот ты уже виделся уже не раз, встречался, общался. И вот в процессе потом, когда уже обычно все равно кто-то надвижит, и начинает обменами, и начинается секс, да, вот это все происходить. И тогда уже ты, ты уже хочешь, не хочешь, ты уже начинаешь участвовать в этом по-любому. У тебя уже, ну, выбора не остается. Желание появляется, да. Оно как-то просыпается. Просыпается это желание. Ну, и сколько у нас вот было, ну, всегда, всегда происходило. Никогда не было, что вот, допустим, ну, ничего. Как-то вот так вот все посидели, вот в уголочке, и все, как-то у нас просто там. В шахматы поиграли. Вау. Там было вау. Ну, в большом счете, да, так и есть. Всегда. Все, кто приходит, обычно. У нас еще обычно на дому. А, ну, это когда? Предпоследний раз был. Да, там прям... Там прям шоу было, да. Там прям он сам сделал, мужчина сам сделал этот стул. Да. Все, чтобы мягко было для коленей, там эта шкура была, да, сделана. И, ну, руки как это было. Ну, руки, голова крепится, да. Голова, да, крепится. Там еще и девочки между собой дрались, кто первый начнет. Там прям, да, там прям... Можно еще пояснить стул, каким образом был сделан, что там за позы принесли? Ну, так все, не ревовая, да. То есть ты стоишь. Колено-локтевое. Да, да, да. Колено-локтевое, у тебя руки, шея фиксируются. Фиксируется, да. И там еще, да, девочки еще кричали между собой, еще кто первый начнет. Тестить этот стул, да. Да. Слушайте, а были неоправданные ожидания? Кто-то ушел такой, я хотел, а вот... Да, да. Он последний раз... Не последний раз. А мне не дали. Нет, такого не было. Тогда было сказано так, что, ой, я думал, здесь красивые люди, а здесь собирается непонятно что. А говорила-то о полон. Вот я вот забыла спросить, в каком журнале он был, вот до сих пор локтевый сайл. С какого журнала хотел оно посмотреть? Такой случай был. Я вот до сих пор жалею, что не сказала, но поздно сообразила. Ну, это такой выпендреж, и, в принципе, таких мало, но не без таких. Ну, как, может быть? Значит, совсем скучно. Бывает. Бывают такие, да, тоже. Но редко. Очень редко. А одиночки на вашу вечеринку могут прийти? Да. Но ты смотришь в зависимости, сколько пар. Сколько пар, да. Каким парам это интересно? Если те, которые только, ну... По девочкам? Мы же же. Куда я возьму мальчика? А, то есть они... Сама работать. То есть они в заявках как бы оставляют какие-то свои предпочтения, да? Нет, но ты знаешь, когда ты общаешься, ты уже знаешь этих пар. Ну, как бы большинство, ты уже знаешь пар. И когда ты ставишь объявление... Даже мы не встречались с ними, ты все равно уже, ну, через кого-то что-то, чего-то уже свой чат. И когда ты ставишь объявление, ты зачастую ставишь тематику вечера, чтобы там, те, кто хотят зарегистрироваться, они понимали, на что они идут, грубо говоря. А мы можем проиграть гипотетическую ситуацию? Вот вы организовываете встречу. Допустим, я подаю заявку. Что вы будете у меня спрашивать? Я прям готов ответить. Ну, обычно я прошу фотографию, какое-то краткое описание себя. Фотографию какого вида? Лица, лица, тело, да. Тело обнаженное, да, полностью или как? Нет, просто лицо и тело. В одежде, в одежде. Обычная, да, обычная фотография. Какое-то описание, возраст. Описание чего? Характера там. Себя там, то есть чем ты занимаешься, что ты себе представляешь. Ну, допустим, там, мне 27 лет, я работаю, там, у меня детей нету, я, не знаю, там, разведен, там, не знаю. Так. И все, и опыта, допустим, там, в вечеринках нету, хотел бы на вашей вечеринке участвовать. Вот обычно так пишут в среднем. Но это правильный подход, потому что многие обычно там, простишь фотографию, там, присылают тебе член, или начинается там, а что, а как, я фотографию не пришлю, там, конфиденциальность, как бы, и так далее. Ну, значит, я тебе не могу взять на вечеринку. Я же не знаю, что ты себе представляешь. То есть, как бы, ты в фотографии уже видишь человека, то есть, некоторые там присылают в робе, он грязный, в робе фотографию свою. То есть, как бы, что я буду с этим человеком? Под пальцем, да. Да, или там, и как там была фотография, а у него руки грязные под пальцами прямо. Ну, то есть, как-то, ну, то есть, ты видишь, что человек уже... Неопрятный. Да, неопрятный. Я не могу его взять уже. То есть, как бы, ты, то есть, люди это не понимают. Многие обижаются, что-то, типа, вот, вы, там, нарушаете нашу конфиденциальность, мы хотели бы, там, не показывать фотографию. Но, опять же, они присылают, мы посмотрели и забыли. Да, мы посмотрели, я удалил, все, мне это не надо, эта фотография. Мне нужно для того, чтобы понять, вообще, человек вообще понимает, куда он идет, зачем он идет. Что ожидать этого человека? Чтобы не было ни скандалов, ничего, как бы, на месте уже там потом. Это так странно, потому что я, когда представлял, ну, вот, когда Саша говорил про фотографии, я начал думать, какую бы фотографию я прислал, и я сразу подумал о том, что, так, нужно фотографию, наверное, самую красивую, где я в самом выгодном свете хорошо смотрюсь. С розовь зубом. Да, желательно, чтобы тело выглядело получше. Ну, то есть, я бы исходил из этих параметров. Идучи странно, что люди... А многие, по-видимому, на эффекте сперматоксикоза, они, как бы, шлют то, что вот... Да, они иногда даже не понимают. Да, там, или голый, там, он стоит, там... Ну, да. Мастурбирует меня на эту фотографию, то есть, как бы... Ну, он показывает себя сразу, как бы, товар лицом. Ну, да. Вот он, я такой приду. Это же, как бы, ну, это же не нормально, да. Только, ну, как бы, девушкам это не... Вот в данный момент это неинтересно. Ты смотришь, но потом, когда вот человек уже придет на место, общение, а дальше уже раздевайся. Да, то есть, ну, многие, допустим, были фотографии, когда представляли, там, ну, реально какие-то, там... Не скажу, что бомжи, но, грубо говоря, там, не очень опрятного вида, то есть, там, прям, асоциальные виды, там, или, там, в очень большом возрасте, там, не знаю, дедушки какие-то, то есть, ну... Дедушки? Да, там, лет, там, 60-70. Ты увидишь, ну, фотографии, он мне, там, в отце годится, грубо говоря, уже не прадеды. То есть, пришел, присылает такие фотографии. Ух, а вдруг он... Да, да, да. Дерзкие бойки заводные. Да, и в душе ему 29 с половиной. Все может быть, все может быть, не спорю. Ну, вот, как-то таким образом получается, что ты отсеиваешь людей. И когда ты вот встала на защиту людей, которые высылают фотографию, там, грязной Робби и всякое такое... Я не... Ты откуда взял сейчас эту информацию? Не, ну, ты же сказала, что, а вдруг, вот, он хочет товар лицом показать и всякое такое. Нет, я это сказала... Ты бы приняла? Я сказала про голую фотографию. То есть, я в целом понимаю, почему такую могут присылать. Грязную в Робби с черноземом под ногтем? Фу. Ну, это да. Тебе бы тоже не пошло, да? Ну, конечно. Там у нас, ну, как бы, ну, туда так нельзя. Даже дотронуться нельзя никуда вообще такими ногтями. Это как бы, ну, нет. А почему присылают голую фотографию? Я в целом понимаю, ну, типа, тематическая вечеринка. Я там буду раздеваться. Тут мне надо пройти контроль. Вот он я. У меня ведь в голове тоже сразу этот вопрос возник. То есть, когда я спросил, какую фотографию нужна, я тоже спросил уже, нужна ли фотография в обнаженном виде или в одежде? Потому что как будто бы тематика подразумевает, что, наверное, хотят посмотреть там, как я выгляжу. Может быть, показать остальные. Просто присылают без лица просто? Ну, да, да, нижнюю часть там. Нет, окей, хорошо. И что? Ты можешь присылать фотографию, допустим, там, ну, закрытый член. Я на него не буду, мне он не нужен сейчас. Просто он не нужен. Я больше хочу, ну, вообще, вообще просто, ну, на твою реальность и твою адекватность посмотреть. Ну, это, наверное, про новичков, да? Они просто не знают. Хотя я бы тоже прислала фотографию в поле. Это прям вот... Обнажённая. Нет. А зачем в поле? Ну, я образа в цветах, я не знаю. Нет, это больше... Одиночки. Одиночки, которых жёсткий сперматоксикоз, которым... Не знаю, куда одеваться. Да, да, куда присунуть, быстрее попасть. Ему всё равно в задержание, какую дырку сувать. То есть... Да, 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 лишь бы только... А важна ведь душа. Ну, да. А потом уже всё остальное. Поэтому, ну... И приходится таких, да, отсевать. В основном мужчины, да, с парами такие, конечно, проблемы. С парами больше проблем в том, что они боятся просто свои фотографии прислать, чтобы... Чтобы дальше просто... Чтобы подтвердить. Никто не узнал и двинуться дальше. Да, да, да. А с фотографией просто... Мне нужна эта фотография для того, чтобы подтвердить, что это реальная пара, что они существуют, что они готовы прийти. Так где найти ваше объявление? В телеграм-канале в основном. У нас там всё происходит. В каких? Ну, не в каких, только в одном. Просто мы можем озвучить, и вдруг вы ожидаете. Ну, секс ин Эстония. Секс ин Эстония. Туда можно заходить, отставлять заявки. Ну, там общение идёт, да, там снова выставляются все вечеринки, и всё это уставляется. Ага. Может быть, простимулируем тогда каких-то потенциальных клиентов. Вот, Саша, почему свингерство – это круто? Почему стоит? Потому что не будешь обманывать своего партнёра. Инга? В первую очередь. Саша сказал правильно, да, и плюс у тебя вот эмоции получить от этой повседневной жизни. Ты заряжаешься от этих эмоций и знакомства новые, и общения. Поэтому интересно. Слушайте, я сейчас пытаюсь найти, конечно же, проверить достоверность информации. Так. Это какая-то закрытая группа? Туда просто так не попасть, да? Да. Так просто не найти её почему-то. По-видимому, наверное, потому что есть слово «секс» в названии, и Телеграм, наверное, не пускает. То есть, ну, группа… Потому что просто я вот в списке нету группы. В неё можно попасть только по ссылке, то есть. Ну, то есть надо через доверенное лицо, получается, чтобы кто-то тебя добавил туда? Да нет, не обязательно. Просто тяжело найти. Я не знаю, как сейчас это объяснить, реально. То есть, как бы, я со своей стороны очень много делал для того, чтобы эту группу можно было найти, но она не находит Телеграм, почему-то так делает. То есть, и чисто по ссылкам только. Даже по этому чат-руму, да, тоже? Этот чат-рум через ссылку, да? Да, даже чат-руму. Ну, это прям те, кто очень хочет. С другой стороны, да, как будто бы отсеивает. Ну, в основном мы как бы взаимодействуем с клубом 69, они рекламируются в нашем канале, мы рекламируемся в их канале. Зачастую мы так вот и меняемся там контактами, ссылками. По-другому в большинниках. То есть, он Телеграм сам блокирует, я не знаю, почему. По-видимому, из-за того, что я думаю, что это за слово секса, он не пускает. То есть, как-то, ну, только из-за этого. Так не найдешь, да. Многие-многие говорят, что ищут, ищут, не найти. Она не приватная, она абсолютно открытая группа. Любой может попасть. Но только по ссылке ты ничего с этим сделать не можешь. По крайней мере, ну, я не могу сказать. На данный момент ничего с этим сделать. Тогда самые упорные, наверное, вас все-таки найдут. А у нас тогда на сегодня все. Саша, Инга, спасибо за этот разговор. Было очень интересно. Дорогие слушатели, напоминаю, что нас можно слушать на Spotify и Apple Podcast. И еще нас можно найти на нашей платформе DelphiTasku или слушать напрямую со страницы RusDelphi. Оставляйте свои отзывы и подписывайтесь на наши соцсети. Я особенно рекомендую Instagram. Там мы публикуем эксклюзивные материалы и иногда показываем, что происходит за кадром. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok